МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Трагедия на железной дороге. Бузулуки поезд насмерть сбил юношу. После страшного удара автомобиль перевернулся. Жутко ДТП в областном центре. Поиски завершены. В Беляевском районе из реки достали тело ребенка. Кто будет лечить маленьких оренбуржцев? Почему в области не хватает педиатров? К чему готовятся взрослым? Оренбуржская молодежь собирается отмечать свой праздник. Оренбурженко знает, как ходит королева и кого бьет король. Спортсменка Анна Шухман стала призером первенства мира по шахматам. Самолет Ан-148 разбился из-за ошибки пилотов. Эту версию подтвердили в Следственном комитете России. Окончательные причины трагедии названы спустя полгода после авиакатастрофы. На месте трагедии доклады специалистов заслушал глава ведомства Александр Бастрыкин. Решение о проведении оперативного совещания было принято им в связи с многочисленными жалобами на недостатки следствия. Перед совещанием в память о жертвах авиакатастрофы Александр Бастрыкин возложил цветы к Народному мемориалу. Он организован на месте трагедии близкими погибших и всеми неравнодушными к случившемуся. Затем глава ведомства лично обследовал зону крушения самолета и изучил посекундно историю полета. Согласно данным расшифровки бортовых самописцев, у Ан-148 был выключен обогрев так называемых приемников полного давления. Они определяют скорость движения самолета. Это один из самых важных показателей во время полета. Не зная скорости, пилот может потерять контроль над машиной. Эту версию подтверждают и опытные летчики. Скорость начинает падать. Летчик уже машинально отключает автопилот, штурвал от себя, чтобы скорость... А скорость у него не увеличивается. Он еще штурвал, допустим, от себя. Когда с высоты 300 метров он из-под облаков выныривает и видит землю, и он несется к этой земле. Уже у него, взяв штурвал на себя, у него не хватает запаса высоты для того, чтобы... И он с большой скоростью ударяется об землю. По сообщению Следственного комитета России, в настоящее время расследование в активной фазе. Проводится анализ условий организации полета. Допрашиваются эксперты в области авиации, а также преподаватели учебных заведений, в которых пилоты Ан-148 проходили обучение. Судебно-криминалистические экспертизы продолжаются. 18-летний парень погиб под колесами грузового поезда. Страшный инцидент произошел в Бузулуке. Известно, что молодой человек переходил пути в неустановленном месте. На этом же участке железной дороги регулярно происходят несчастные случаи, в том числе и смертельные. Подробности у Анастасии Синченковой. Железнодорожный перегон Бузулук-Елшанка. Именно здесь, под колесами грузового поезда, погиб 18-летний местный житель. Молодой человек приходил пути в неустановленном месте. Выпускник тупиковской школы только закончил один из классов, сдал ЕГЭ, но из-за наушников не услышал приближающий грузовой поезд, который следовал под Виадуком и не услышал сигналы, подавающиеся машинистам. Несмотря на экстренное торможение, избежать столкновения не удалось. От полученных травм юноша скончался на месте происшествия. Местные жители говорят, на этом участке регулярно происходят трагедии. Только в этом году это уже третий случай, когда пешеходы погибают под колесами поезда. Городские власти должны решить проблему и обратить на это. Это очень важно. Чтобы попасть из одной части в узлу, ка в другую, можно перейти через Виадук. Пешеходная лестница с одной стороны разрушена, поэтому людям приходится идти напрямую через железную дорогу. Сами местные жители по-разному оправдывают массовое нарушение правил. Ну, вроде тут нету сейчас поезда, я же смотрю. Ну, потому что здесь быстрее дойти до дома. Ну, я считаю, что нужно быть повнимательнее и не идти в наушниках через железные пути. Если увидим поезд, неужели мы будем под колеса лезть, под него? Мы подождем. Всю жизнь здесь живу 55 лет. Знаю, конечно. По Виадуку не пройдешь, потому что сейчас там заделали все, и там не пролезешь. Раньше здесь был хоть переезд вот у нас всю жизнь. Там проблем-то не было, как говоришь, шлагбаум был. А сейчас... Ну, отдельный переход сделать. Для людей. Жители Бузулука считают, этот участок железной дороги необходимо оборудовать пешеходным переходом. Это может решить многолетнюю проблему. А пока каждый день пути пересекают десятки школьников, студентов или тех, кто спешит на работу. И каждый день здесь может случиться очередная трагедия. Анастасия Синченкова, Новости дня. Продолжатся ли трагедии на железной дороге в Бузулуке? Зависит от внимательности местных жителей, говорят в администрации города. По телефону нам рассказали, что через Виадук предусмотрен переход. Но многие люди для того, чтобы сократить маршрут, идут через железнодорожные пути. По нормам там все сделано. При переходе через железнодорожные пути нашим гражданам города Бузулука необходимо пользоваться только специально оборудованным для пешеходного перехода в указанном районе города месте. Прошлым годом был осуществлен капитальный ремонт данного перехода. Но люди у нас как шли, так и идут через железную дорогу. Печальная новость из Беляевского района. Смерть пропавшего накануне ребенка подтвердилась. Поиски школьника начались в понедельник, 25 июня. Очевидцы утверждали, ребенка видели на реке. Местные жители также говорили, что он утонул. Родственники до последнего надеялись, что это страшная информация, всего лишь домыслы. Родителям пришлось сообщить, ребенка нашли мертвым. Его тело достали из реки Урал, близ села Днепровка Беляевского района. Поиски вели водолазы, аварийно-спасательные службы. Точные причины смерти школьника пока не сообщаются. Его тело передано сотрудниками правоохранительных органов. В региональном МЧС просят всех жителей области соблюдать правила безопасности на воде и не оставлять детей без присмотра. К другим темам. Расселенный дом на Цвилинга в Оренбурге будет снесен. Об этом заявили сегодня в Управлении жилищной политики города. Накануне прокуратура опубликовала данные проверки. Ведомсти настаивают на возбуждении уголовного дела по статье «Халатность». В результате возгорания в заброшенной постройке пострадал жилой дом. О том, как живут жильцы после пожара и почему о сносе дома заговорили только сейчас в материале Анастасии Синченковой. В доме Светланы Бадашка кипит работа. Ремонт в некоторых комнатах уже практически завершен. Где-то последствия пожара только предстоит ликвидировать. Эта квартира ближе всех расположена к сгоревшему дому. Поэтому и пострадала сильнее других. Пожар на улице Цвилинга произошел 20 мая. Первое тревожное сообщение на пуль дежурного поступило около 7 часов утра. Очевидцы сообщили, горит заброшенное здание. В нем часто находились лица без определенного места жительства. Не исключено, что именно их неосторожное обращение с огнем и привело к таким последствиям. Во время пожара огонь с заброшенного дома перекинулся на жилое строение. Оно находится буквально через стенку. В результате сразу три семьи остались без крыши над головой. Всем пострадавшим из резервного фонда выделена материальная помощь. За счет средств городского бюджета перекрыта крыша сгоревшего дома. На ремонт квартир жильцы тратят и собственные средства. Главный вопрос, почему пустующее здание несколько лет не сносили? По данным прокуратуры, дом признан аварийным еще в 2011 году. Дом надлежал расселить в четвертом квартале 2014 года и снести во втором квартале 2016 года. Однако, в связи с затягиванием сроков переселения граждан администрации города Оренбурга, снос аварийного дома, установленный программой сроки, не выполнен. Кроме того, не был ограничен доступ посторонних на объект. Как следствие, 20 мая 2018 года в указанном доме произошло возгорание. Проверка прокуратуры выявила признаки халатности в действиях должностных лиц администрации Оренбурга. Сейчас материалы направлены в следственный отдел для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. В управлении жилищной политики города нам рассказали, что снос здания затянулся, в том числе из-за юридических аспектов. То есть, фактически граждане освободили эти жилые помещения, переселились в новые, но свои обязательства по снятию с регистрационного учета они не осуществили. Поэтому администрации города в судебном порядке пришлось решать вопрос о снятии с учета нанимателя одного из жилых помещений. Заброшенный дом нацвилинга все же снесут. Сейчас проходят торги, по их итогам станет известно, какая компания будет проводить работы. Проблема пустующих домов в Оренбурге стоит крайне остро. Только за последние несколько месяцев в огне оказались шесть заброшенных помещений. Анастасия Синченкова, Георгий Бурлутский. Новости дня. Сегодня в России отмечается День молодежи. Праздничные мероприятия в Оренбурге запланированы на выходные. Главными виновниками торжества станут, конечно же, молодые люди. Следующий материал о ярких представителях молодого поколения современности. Они инициативны и целеустремленны, каждый в своем деле. Воркаут и волонтерство. Чем живут сегодня представители молодого поколения, узнала Ольга Энгельс. Уличная гимнастика, любительский спорт. Воркаут можно назвать как угодно. В последнее время это направление получило популярность среди молодежи. Брусья, перекладины, турники. Для занятий подходят любые тренажеры. В Оренбурге движение стало развиваться три года назад. Меня очень это привлекло, потому что это доступно. Это занимает минимальное количество времени для тренировок. И для этого не нужно ничего, кроме желания. Воркаут развивается очень быстро. Для занятий нужна любая спортивная площадка или парк. Сейчас движение насчитывает около полутысячи оренбуржцев. Но желающих быть сильными и красивыми каждый день становится все больше. Дмитрий специально выбирает для тренировок те места, где много молодых людей. Считает, что собственный пример – лучшая реклама. Ты сам закинь их. Закидывай ноги. Закидывай. Вот. Видишь? Выпрямься вот так. Выпрямься. Все. Ты в данной позиции. Современная молодежь выбирает активный образ жизни. Спорт, наука, волонтерство. Станислав Неведловский решил восстанавливать заброшенные парки. Он объединил вокруг себя таких же инициативных людей. Совместными усилиями мы сможем сделать больше, считает молодой человек. По договоренности с администрацией начали с сада Октябрьской революции. Основная концепция – это создание пейзажных парков на территории города. То есть это не развлекательный должен парк. Здесь не должны стоять огромное количество фудкортов, парковаться такси. Вот как вы здесь видите, каждую проблему мы можем здесь оговорить. Здесь должна растить растительность. Здесь должны выращиваться хорошие деревья. Не такие, как сейчас у меня за спиной больные деревья. А выращиваться хорошие деревья, которые приживаются в условиях нашего климата. Волонтеры уже начали восстанавливать стеллу на входе в парк. Это только фрагмент. Вскоре здесь появится надпись. За свою работу Станислав не получает никаких доходов. Говорит, наоборот, уже вложил немало собственных сил и средств, чтобы собрать и вывезти мусор. Чтобы не выбирали молодые люди сегодня, они намерены добиться больших успехов. Ольга Энгель, Семен Воробьев, Новости дня. И все же, чем отличается современная молодежь? Этот вопрос наши корреспонденты задавали оренбургцам на улицах города. Надо отметить, что они сейчас стали больше интересоваться проблемами молодежи и решать их на своем уровне. Молодежный парламент области, молодежные советы во всех общественных организациях. Расководность, свобода нравов. Поведение, но и привычки совсем другие, чем раньше были. Стремление к улучшить тому, чтобы улучшить свое будущее. Какие-то интересы появились новые. Они такие же впечатлительные, такие же, как и прошлое поколение. Только единственное, что компьютерные игры, я считаю, влияют на них плохо. Они плохо усваивают программы за эти компьютерные игры. И то, что у них, может быть, другие немножко цели. Я считаю, что они сейчас намного грамотнее, намного смелее, чем мы. И если им дать полную свободу, выбер профессии, выбер работу, то они достигнут больших результатов. Не слезящее за традициями, более уходит от этого. То есть все, что было раньше, традиции, как-то то, что чтили наши родители, наверное, это плохо. Но от этого уходит молодежь. По мнению оренбуржцев, современная молодежь позитивная, искренняя. Люди старшего поколения считают молодых активными и целеустремленными. Такой точки зрения придерживаются 60% опрошенных. 30% респондентов ответили, что современное поколение совсем не похоже на другие. Привычки, лексика, музыка, мода. Оставшиеся 10% считают, что молодые люди не чтут традиций и семейных ценностей. Уже на этой неделе в областном центре начинается регистрация участников на крупный молодежный форум Евразия. Заявку могут подать и те, кто собирается помогать на мероприятии. Всего на форуме будет работать 180 волонтеров. Международный молодежно-образовательный форум Евразия в Оренбурге пройдет с 4 по 10 сентября. В области уже активно идет подготовка к этому грандиозному событию. Первый форум состоялся в сентябре 2016 и объединил 800 молодежных лидеров из 70 стран мира. В прошлом году он стал одной из площадок 19-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов. В этот раз на площадках форума соберутся более тысячи участников, экспертов и гостей. Образовательные программы – это 4 тематических и один презентационный день. Инициатор проведения форума – губернатор области Юрий Берг. Далее реклама, после которой продолжим. И вот о чем расскажем во второй части выпуска. Кто будет лечить маленьких оренбуржцев? Почему в области не хватает педиатров? К чему готовится взрослым? Оренбургская молодежь собирается отмечать свой праздник. Оренбурженка знает, как ходит королева и кого бьет король. Спортсменка Анна Шухман стала призером первенства мира по шахматам. Это новости дня. Мы продолжаем. В Орске арестован 31-летний местный житель. Его обвиняют в жестокой расправе со своей сожительницей. По данному факту следователи возбудили уголовное дело. По предварительным данным, 37-летнюю арчанку обнаружили с множественными ножевыми ранениями в общежитии на улице Дунаевского. По подозрению в совершении данного преступления задержан сожитель погибшей, раненый неоднократно судимый, который ночью 22 июня 2018 года, находясь в одной из комнат общежития, в ходе распития спиртных напитков с потерпевшей и внезапно возникшей ссоры на почве ревности, нанес ей не менее четырех ударов ножом в области грудной клетки и шеи. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте. Подозреваемому предъявлено обвинение и избраны меры пресечения заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. ДТП в центре Оренбурга. Отечественная машина перевернулась. Авария произошла сегодня утром. Очевидцы сообщают, что столкновение произошло на перекрестке улиц Рыбаковская и Пролетарская. Иномарка влетела в ладу Калину. Удар пришелся в левый бок автомобиля. В результате отечественная машина опрокинулась. Оба автомобиля получили серьезные повреждения. О пострадавших людях ничего не сообщается. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. Им предстоит выяснить причины аварии. К другим темам. Как открыть свое дело? В чем главные ошибки начинающих предпринимателей на этапе создания бизнес-плана? И в чем острее всего сейчас нуждаются оренбургские предприниматели? В льготном кредитовании, налоговых послаблениях или же в образовательной информационной поддержке? Эти вопросы накануне обсуждали гости программы «Обратная связь». К нам в город очень часто приезжают бизнес-тренеры. Но там как бы больше теории. Вот вопрос такой конкретный. Есть ли у нас школа в городе? Бизнес-школа именно. Тренинги скорее для общего развития, отмечают предприниматели, за плечами которых не один год ведения бизнеса. Почерпнуть азы теории управления. Конечно, можно и в специализированных клубах и сообществах Оренбурга. Но все же в идеале образование должно быть полноценным и профильным. Пусть даже дистанционным, уверены предприниматели. Иначе не минуем серьезные просчеты при составлении бизнес-плана, которые в будущем выливаются в крупные убытки. Обслуживать себя как юридическое лицо, как индивидуальное предпринимательство, вот это дорого. Неважно, есть у тебя оборот, нет оборота, 35 тысяч в год заплати в пенсионный фонд. Если у тебя работники, ты должен за них заплатить. Если у тебя... А тебе надо еще, как индивидуальный предприниматель, ты же только открылся, надо успевать узнавать, какие изменения в законодательстве, какие формы, когда, какие коэффициенты внесены. Когда какой отчет сдать, куда его правильно отнести. Вот это вот, на самом деле, достаточно сложная схема, которая, ну, я не знаю, и тормозит, наверное, развитие, да, но и действительно пугает. Грамотно рассчитать и изначально заложить все возможные риски в смету, советуют эксперты начинающим предпринимателям. При необходимости обратиться за помощью к опытному консультанту и не пожалеть на разработку бизнес-плана 100-150 тысяч рублей, что в итоге может спасти миллионы, вложенные в проект. И главное даже, в случае возникновения проблем на этапе реализации проекта можно получить дивиденды даже из них. И, соответственно, по поводу барьеров, пример основателя компании Amazon, да, то есть когда у него было 6 магазинов в округе, которые тоже торговали книгами, и человек просто нашел способ, что у меня продажи-то не идут, давайте поднимем продажи. Он начал заниматься продажей книг через посылки. И все, и на этом выросла империя, то есть одна из самых капиталоемких компаний Соединенных Штатов, да, и мира вообще. Поэтому надо не бояться барьеров, надо искать способы, чтобы их обойти. Общероссийские народные фронты и правительство Оренбургской области будут сотрудничать в выполнении майских указов президента Владимира Путина. Сегодня в Оренбурге прошла совместная встреча, на которой обсудили новые направления своей работы, актуальные для нашего региона. В числе приоритетных – отток молодых специалистов и переформатирование работы с федеральными вузами. По словам Владимира Гутенева, регион находится в сложной ситуации из-за сильных и амбициозных соседей. Происходит миграция, по словам депутатов, в первую очередь, потому что Самарская, Челябинская области, Башкирия, Казахстан активнее позиционируют свои вузы и свою молодежную политику. В Оренбурге творческую молодежь выгоняют с улиц. Музыканты, умницы, умники, красавцы и красавицы, которые в кулуарах мне жаловались на то, что они не могут создавать атмосферу на центральной улице города, играя для жителей, придавая определенный молодежный драйв и дух, поскольку к ним приходят и просто пристают сотрудники патрульно-постовой службы. Очень важно, чтобы в муниципалитетах было рачительное отношение к своей малой родине. Только тогда регион сможет выдержать конкуренцию. Вице-губернатор Вера Баширова уверена, что региону в первую очередь необходимо признание приоритетности со стороны федерального центра. Оренбургская область обладает самой протяженной границей с Казахстаном. Оренбург же сердце Евразии. Это не пустые слова. Регион встречает южных гостей России. Поэтому вопросы демографического развития, международной кооперации, труда и занятости населения требуют постоянного внимания и развития. Миграция затронула и молодых специалистов. Получив диплом об окончании вуза, они стремятся уехать на работу в крупные города и мегаполисы. Между тем, в учреждениях здравоохранения Оренбургской области не хватает около тысячи врачей, в том числе терапевтов и педиатров. В прошлом году 180 выпускников профильного университета пришло в первичное звено. Это был шаг к решению кадрового вопроса в областном здравоохранении. И остались ли они в медицине и доверяют ли молодым специалистам пациенты, выяснили наши корреспонденты. Вчерашняя студентка Оренбургского медуниверситета Снежана Светличная обучалась по целевому направлению. Поэтому после вручения диплома прошла аттестационный экзамен и получила свидетельство на работу по специальности. Такой документ в России стали требовать впервые. Без него не примут ни в одну поликлинику, даже с красным дипломом. Можно пользоваться хоть в Оренбургской области, хоть в любом другом районе. Красные, потому что они все у всех красные, эти сертификаты. Первая встреча с маленькими пациентами прошла в августе прошлого года. Больше всего она боялась родителей. Но их реакция на молодого специалиста оказалась доброжелательной. Страшным был контакт. Контакт с родителями, контакт с детьми. Потому что как таково была в основном теория в институте. Сейчас же уже такого страха людей нет. Но сейчас больше груз ответственности. И каждый свой диагноз, каждое свое назначение обдумываешь несколько раз. Перед молодыми специалистами стояла задача научиться практическому делу. Принимать пациента, обнаруживать заболевания, работать с документацией, уметь работать в компьютерной программе. Для этого был подарен ноутбук. Если не успел после вызовов вернуться на работу, то есть возможность оформить все дома. Еще одна выпускница мед. университета Любовь Шалимова прожила в таком темпе целый год. Говорит, что до сих пор не привыкла к большому документообороту. Но в однажды выбранной профессии не разочаровалась. Напротив, появился азарт, чтобы еще на ранней стадии распознать заболевание. На первом году, я помню, с таким заболеванием началось все как с клинических проявлений у РВИ. И буквально с утра была у ребенка, а после обеда уже развелась клиника инфекционной скролатины. То есть тут началось все как банально у РВИ. Поэтому тут с детьми в этом и есть, с одной стороны, интерес. Конечно, у педиатров есть возможность перенаправить пациента к узкому врачу. Но быть простым диспетчером никто не хочет. За начинающими врачами закреплены наставники. Для них организованы курсы молодых специалистов. Главное – желание работать. А чтобы найти место в поликлинике, выпускники могут воспользоваться базой вакансии на сайте областного Минздрава. Количества предложений в ней достаточно для всех желающих. Пришли у нас три доктора в этом году, еще два свободных места. Возможно, будет расширение, потому что у нас есть участки при норме 800 человек. У нас есть 1200-1300 человек на одном участке. Вполне возможно, что будет разделение участков. В настоящий момент в регионе удалось переломить тенденцию оттока медицинских специалистов. С 2012 года действует программа «Земский доктор». В сельскую местность приехали работать 597 врачей. Для работы в Оренбурге только в прошлом году обучено 50 молодых специалистов. Елена Давыдова, Семен Воробьев. Новости дня. А теперь о спорте. В Минске состоялось первенство мира по шахматам, в котором приняли участие более 600 человек из 26 стран. Оренбурженка Анна Шухман стала призером соревнований. Шухман выступала в быстрых шахматах, так называемом «рапиде» в категории девочек до 10 лет. По итогам турнира она с семью очками заняла третье место. На полочка отстав от соперницы из Узбекистана и на полтора от победительницы из Индонезии. Это не первый успех девятилетней оренбургской шахматистки. В еще более юном возрасте она становилась призером первенства Европы и победительницей первенства мира в публицу. На заключении выпуска наша традиционная рубрика попали в сети. В интернете оренбуржцы активно делятся впечатлениями от поездки по Крымскому мосту. На Черноморское побережье уже отправились отдыхать тысячи наших земляков. Среди них и корреспондент ОРТ Татьяна Кирдина. По телефону она расскажет, что ее больше всего поразило во время движения по Крымскому мосту. Крымский мост, конечно, впечатляющее. Огромное сооружение с двумя большими белыми арками. В некоторых местах обзор на мосту закрыт зеркальными ограждениями. Но в целом можно наслаждаться видом пролива. Протяженность составляет около 20 километров. И нам удалось преодолеть Керченский пролив минут за 10-16. В то время, когда на паромной переправе это занимало около 2-3 часов, а то и больше, если были пророки. Трасса двухполосная. Трасса двухполосная. Установлены уже все необходимые ограничивающие знаки и камеры видеонаблюдения. Стоит сказать, что на мосту нельзя останавливаться. Поэтому все едут примерно со скоростью 90 километров в час. К тому же здесь полным ходом продолжаются работы. Справа строится железнодорожный мост. А слева мост для больших грузов, который пока добирается до Керчи парома. Открытие грузового транспортного моста запланировано примерно на октябрь этого года. В целом могу сказать, что чувствуется масштабность сооружения. С чувствуется, что проведена колоссальная работа. И, конечно, спасибо, что за 20 минут ты можешь оказаться на другой стороне пролива. Тамань и Керчи теперь соединены буквально 15 минутами езды. На этом все. Еще больше новостей и телепрограмм смотрите на нашем официальном сайте media56.ru. А я напоминаю, партнер выпуска Оренбургский филиал университета нефти и газа имени Губкина приглашает абитуриентов на обучение по следующим направлениям подготовки бакалавров по очно-заочной и заочным формам обучения. Нефтегазовое дело, технологические машины и оборудование, автоматизация технологических процессов и производств, химическая технология, менеджмент. Приемная комиссия работает в Оренбурге по адресу улицы Юных Ленинцев, 20, телефон 62-94-25, код Оренбурга 3532. Я с вами прощаюсь, передаю слово моему коллеге Анатолию Еденичу. Он расскажет о новостях спорта. Хорошего вам вечера и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»!